Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов и Евгения Даровская. Смотрите сегодня в выпуске. Не сдала. Сколько минут потребовалось московским экспертам, чтобы установить нарушителя на ЕГЭ? На место Бугорского. Кто возглавил хоккейный уздюшер Алтай? Без осадков. Как выживает село в тяжелых степных условиях? Алтайский край прославился на всю страну первым нарушением во время проведения ЕГЭ в этом году. Накануне на экзамене выпускница сфотографировала на телефон контрольно-измерительный материал по русскому языку и отправила его подруге через социальную сеть. Сообщение было прочитано молниеносно. Вот только не подруга, а специалистами Рособранадзора в Москве. Они узнали об утечке билета уже через две минуты. Уникальный номер столичные эксперты переслали в Краевое управление образованием и еще через пять минут на месте было установлено, кому принадлежит билет. К этому времени старшеклассница уже успела написать экзамен и выйти в коридор, где и была задержана. Теперь, как заявил глава Рособранадзора Сергей Коровцов, результат ЕГЭ выпускницы будет аннулирован. Она не сможет в этом году получить аттестат и, соответственно, поступить в ВУЗ. А наблюдателям, допустившим утечку, грозят административные штрафы. На видеокамере видно, как она спрятала контрольно-измерительный материал, как она выходила. В этом виновны и организаторы пункта проведения экзамена. Это, в частности, и руководитель пункта проведения экзамена, и те, кто работал с металлодетекторами. Добавим, что подобные нарушения на едином госэкзамене были зафиксированы в нашем крае два года назад. Тогда материалы Кимов в сеть выложили выпускники из Завьяловского и Локтевского районов. ЧП Валейске. В трехквартирном доме по адресу Строительная, 10, рухнул потолок. Никто не пострадал лишь по счастливой случайности. Дому более 60 лет. От одной из квартир остался только пол. Четыре года назад рухнул потолок, потом стены. Теперь та же участь постигла и вторую квартиру. Жильцы обратились за помощью к местным властям, но в Комитете по коммунальному хозяйству заявили, что дом частный и не попадает в реестр городской собственности. Следить за его состоянием должны хозяева. Жителям могут лишь выплатить разовую социальную помощь в пределах 2000 рублей на члены семьи и дать рекомендации по ремонту. Продолжаем. Алтайская потребительская кооперация сегодня празднует вековой юбилей. Ровно 100 лет назад было создано объединение под названием «Край потреб Союз». Из Алтайского края на фронт в годы войны, например, отправляли более 40 тысяч валенок. Этого количества хватило бы, чтобы обуть четыре дивизии советской армии. Лучшим работникам кооперации сегодня вручили памятные грамоты. В числе награжденных Лариса Сосунова. Более 30 лет женщина проработала в сфере торговли. Работаю, работаем. Ну, всякие трудности, как в торговле же, всякое бывает. Бывает. И, может, когда-то и продавец неправ, когда-то и покупатель всякий бывает. Ну, справляемся. Ну, а вот аграрии западных районов края молятся всем богам и ждут, когда к ним придут настоящие дожди. На этой неделе прошли кратковременные осадки, но влаги явно не хватает. Как проходит посевная в степи и какие планы строят сельхозпроизводители, расскажет Маргарита Белова. Издалека кажется, что где-то пожар. Просто ветер так поднимает пыль от тракторов, успокоил нашу съемочную группу Михаил Эльзнер, сельхозпроизводитель с Кулундинского района. Это создает определенные трудности в работе, продолжает аграрий. Ведь успеть засеять поля нужно до конца мая, пока засуха не сгубила все на корню. У нас ветровая в основном засуха. Ветра дует, сушить землю страшно. Влагу задержали, 8 тысяч мы в этом году прикрыли. Поэтому надеемся, что удержим ее, успеем засеять. Планируем все-таки засеять до конца мая, уложиться в сроки. Думаю, закончим. В этом году в хозяйстве решили взять земли на тысячу гектаров больше, чем в прошлом. Нужно кормить свое дойное стадо. Целых три тысячи гектаров отдали под кормовые. Еще шесть с половиной занимают зерновые, чуть меньше под солнечник. Четыре с половиной миллиона рублей взяли в кредит на ГСМ. По 26% годовых. Даже если вычесть компенсацию государства в размере 14%, все равно получается дорого, говорит фермер. Даже на удобрения, которые резко выросли в цене, денег не хватило. На сегодня планы у нас складываются от того, что цена на молоко. Если хорошая цена, то смысл есть в этом. Практически у нас не всегда живые деньги. Хотим, хотим жить на свои, но немножко не получается. Почему не получается? Потому что развиваемся и строим. На все это нам не хватает. Пробуду собрать земли. При средней урожайности 5-6 центнеров с гектара, для сравнения, в восточных районах края эта цифра больше в 6 раз, здесь умудряются развиваться. Например, в этом году по направлению молочное животноводство в хозяйстве планируют получить племенной статус, который сулит немалый перспектив. Во-первых, это и продажа, племпродажа, это плюс уже какой-то доход в хозяйстве. Это и, конечно, статус хозяйства, это может какие-то где-то еще и надбавки от государства быть. Это тоже нам минусом не будет. Выходить в поле в этом году было намного труднее, чем в прошлом, признается руководитель хозяйства. Кризис поставил полеводов в очень жесткие рамки, а помощи ждать особо неоткуда. Поэтому здесь надеются только на самих себя. Маргарита Белова, Алексей Фризин. Наши новости. Лучшие врачи-ортопеды со всей России и их зарубежные коллеги посетили сегодня Бурнаул, чтобы принять участие в масштабной научно-практической конференции. Она стартовала на площадке Федерального центра травматологии и ортопедии. Сюда приезжают пациенты со всей России. Россия гигантская страна. Израиль размером с один российский город. То есть количество случаев в России намного больше. И в любом случае медицина базируется на статистике, на количествах случаев. Я зашел сюда полчаса назад, но я действительно поражен размахом и инфраструктурой помещения. Просто исключительно больницы. Похоже на Израиль? Похоже, но даже может где-то лучше. Конференция посвящена детским патологиям. Опыт врача из Израиля Хайма Штаркера оказался незаменимым. В госпиталь, где он работает, постоянно поступают маленькие пациенты из Сирии, пострадавшие от военных действий. В Барнауле в очереди на лечение в детское отделение центра стоят более двух тысяч малышей. У многих из них диагноз ДЦП требуется по несколько хирургических вмешательств и длительная реабилитация. Здесь также проводят сложнейшие операции по реконструкции тазобедренных суставов, устранению тяжелых пороков и аномалии развития кисти, вплоть до пересадок пальцев. За прошлый год более 10,5 тысяч детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных медицинских организациях и в организациях субъектов Российской Федерации. Ежегодно у нас эти объемы увеличиваются. Мы надеемся, что это будет продолжаться и дальше. Лето еще не вступило в свои права. Жители края уже ощутили на себе все прелести сезона. От комаров нет спасения ни в черте города, ни уж тем более в садоводствах и у водоемов. Как спастись от нашествий и когда прекратятся наступления, выясняла Лариса Куренкова. Сергей не жалеет репеллентов. Проводя день в огороде, тратит не меньше баллончика. Это хоть ненадолго, но позволяет заняться делами и не обращать внимания на комаров. Говорит, в этом году они почему-то особенно злые. К тому же их очень и очень много. Но у каждого дачника свои способы борьбы с кровососущими насекомыми. Средства от комаров покупаем, макуру разводим. Чем только спасаться от них. В основном же от сырости. Что много воды, много комара. А дела это, да, на комарник. Все, пошел работать. Без этого аксессуара Геннадий Петрович не выходит на свои угодья. Ему уже даже и разные средства от комаров не помогают. Заядлый садовод каждое лето, четверть века подряд, проводит на участке. Наблюдательность подсказывает мужчине. Насекомые в этом году появились гораздо раньше обычного. К тому же они отличаются размерами и даже агрессией. Говорят, что самки кусают. Не самцы. Вот эти первые были самцы крупные. Сейчас появились самки, они начинают кусать. Так вот, сильно кусают. Вот видите, на комарник. Без комарника не могу никак. Комариный рай – это не только садоводство. Везде, где есть обильная растительность и влажность, можно пролить свою кровь. Говорят, один комар выпивает до 5 миллиграммов. От заболеваний, в том числе экзотических, которые они переносят, никто не застрахован. В нынешнем году завоза тропических заболеваний на территории Алтайского края не регистрировалась. Но угроза возникновения и завоза существует. Так как в предыдущие годы у нас был завоз малярии и лихорадки Денге. Энтомологи отмечают, в этом году полчища насекомых действительно больше, чем в прошлом. Связывают это с погодными условиями. Сильных и губительных для комаров заморозков не было. Сейчас их пыл может поубавить лишь засуха, при которой значительная часть комаров гибнет. Но в ближайшее время ее не прогнозируют. Пик комариной активности придется на июнь-июль. Запасайтесь репеллентами. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин. Наши новости. Вот так всех не перехлопаешь. Но будем надеяться, что совсем скоро комаров в крае не станет. На помощь придут, кто бы ты думал? Лягушки. Лягушки. Их на Алтае планируют производить для кулинарных целей. Сейчас в регионе изучают возможность промышленного выращивания и предлагают инвесторам вкладывать средства. Продолжаем выпуск. В числе тех, кто как мог приближал День Победы, было немало бойцов с Алтая. Наш сегодняшний рассказ в рубрике «Алтайские дивизии» посвящен 56-й гвардейской добровольческой дивизии. Слово Илье Кочеткову. 74-я отдельная добровольческая бригада, впоследствии вошедшая в 56-ю гвардейскую дивизию, формировалась в окрестностях Барнаула летом 42-го года. Тут важно понимать, как тогда создавались боевые соединения. Часть людей получала повестки, но другая оставалась в тылу. Кто-то по здоровью не годился, а у других была бронь. Но желание сражаться за родину, без всякого преувеличения, говорю, была невероятно сильна. Уходили целыми семьями. Анна Александровна, по-моему, Рябкова, жительница Барнаула, ушла на фронт через пять дней после начала войны с мужем и с братьями. Летом этого же года муж и братья погибают, она была ранена. После госпиталя она управляет уже в 298-ю, тоже нашу. Всего подали заявление больше 8 тысяч человек. Приняли только 5,5 тысяч. Вот, собственно, здесь, неподалеку от борзовой заимки, летом 42-го года солдаты-добровольцы жили в палатках. И с небольшим перерывом на несколько часов сна в сутки учились воевать. Всего за два месяца тренировок им удалось получить такие навыки, что в первые же три дня боевых действий под городом Белым осенью 42-го наши добровольцы получили от командования армии особую благодарность. Дрались отчаянно. Тем более, что родной край помнил о них. На фронт регулярно приезжали делегации, причем с гостинцами. В тех трудных условиях, когда люди сами особо не доедали, зимой они привезли с собой вагон пельмени. Увы, в первые же месяцы войны потери бригады были огромными. От начального состава осталось не больше трети. Выживших объединили с другими подразделениями и образовали 56-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Впереди были тяжелейшие бои, в том числе освобождение Смоленска. Так дивизия получила почетную приставку к имени «Смоленска». Закончили войну сибиряки в Прибалтике. Но где бы они ни воевали, повсюду с честью несли гордое имя добровольцев. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Спортивные новости. С сегодняшнего дня Сергей Гостев возглавил алтайский профессиональный хоккей. Приказ о его назначении подписан Управлением края по физической культуре и спорту. Гостев стал директором автономного учреждения хоккейный клуб «Алтай». Этот пост покинул Вячеслав Бугорский, который работал в должности директора с самого его основания в 2006 году. Другие новости спорта в обзоре Юрия Борлиса. Полтора миллиона рублей выделил краевой бюджет алтайским спортсменам для единовременного поощрения за последние достижения на всероссийских и международных соревнованиях. В списке чемпион мира по сноуборду Андрей Соболев. Шестикратный чемпион России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов. Призеры юниорских первенств мира, конькобежец Виктор Муштаков и лыжница Яна Кирпиченко, серебряный призер чемпионата Европы по каратэ Татьяна Апарина и другие спортсмены и тренеры. В общей сложности денежное вознаграждение получат 55 человек. Новости олимпийской неделе Барнаула. Закончен футбольный турнир. Три команды набрали одинаковое количество очков, друг друга обыграв. О, какова интрига. По лучшей разнице мячей, сборная индустриального района, представленная полимером, обошла в таблице футболистов Центрального, по сути известный в городе коллектив Арагац. Бронзовым призером в этом виде стала команда Октябрьского района Барнаула. Солнышко, все соревнования не было, но под ливнями баталии это даже весело. Нам, зрителям, промокших участников лучше не спрашивать. Правда, погоду все равно же не выбирают. Как-то так. А в олимпийских шахматах Барнаула проводилось командное первенство. В последние несколько лет Пальму держал железнодорожный район. Однако на сей раз команда с нее упала, ведомая Виталием Бояринцевым, заняв последнее пятое место. В ходе напряженной борьбы к финишу с одинаковым результатом пришли сборные Ленинского и Октябрьского районов. Набрав по пять очков. По дополнительному коэффициенту чемпионом стала сборная Ленинского. Полные итоги городской олимпийской недели передадим в понедельник. Спасибо, Юра. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните к нам в редакцию 659-129. Добрых вам новостей, хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова